Дорогие наши милые и любимые ребята, мы с вами уже здесь встречаемся третий год. Все мы с вами дети победы. Хочу поблагодарить Василия Семеновича, который открыл этот чудный концерт в шестерне смертного полка. Милые мои дорогие, вдумайтесь, когда мы почувствовали, что у нас хотят отнять дружбу, победу, справедливость, память, то все честные люди стали в бессмертный полк, живые и мертвые, молодые и старые, для того, чтобы отстоять то, что нам дороже всего в этой жизни. Вы познакомились с нашими милыми снегирями, но я хочу, чтобы вы сейчас, вот в эту минуту, почувствовали, что ровно 75 лет назад, здесь, вот рядом, один из самых гениальных полководцев Жуков отдавал приказ о наступлении Красной Армии против фашистов. Здесь, рядом, у деревни Клюков, вот здесь, рядом, погибал тот бессмертный взвод. Здесь, напротив, в нескольких километров, Новый Иерусалим, это святое место для каждого русского человека. Здесь фашисты оставили целую бригаду СС Рейх дивизий и взорвали, подняли это уникальное духовное сокровище. Когда фашистских генералов допрашивали, почему мы взорвали, ответ, слушайтесь их ответ, «Да, не раз мы нападали на вашу страну, мы Москву брали, но мы давно поняли, что пока у вас есть ваша дружба, ваша вера, ваш уникальный язык, ваша культура, вы бессмертны». Поэтому они взрывали и строяли то, что всегда нас сплачивало, объединяло и делало великим народом. Вот сегодня в нашу дружбу стреляют новые фашисты-бандеровцы. Сегодня они принесли войну на благодатные земли Донбасса. У меня из Сорловщины знаменитый Алексей Стаханов ушел на Донбасс и стал самым любимым шахтером советской страны. Мой земляк Сережка Тюленин ушел в Краснодон и стал любимым героем советской молодежи. Мой отец, учитель, сражался за Одессу, дрался за Севастополь, был смертельно там ранен. Его, его же коллега, учитель из Канева, из-под Киева, и рабочий парень Пивоваров на плащ-палатке вытащились в поеболе, и после пяти операций он выжил. И сорок лет учил детей, учил добру, миру. У меня супруга с Полтавы. Мы все с вами родственники, друзья и близкие. И для нас очень важно, чтобы вы, как дети, это понимали и чувствовали. И поэтому, приглашая к нам гостей, мы всегда говорим, что вы наши родные, вы самые близкие, вы самые добрые. Мы хотели, чтобы вы были умными и помнили все святое и лучшее, что есть в нашей жизни. Поэтому я от души благодарю всех, кто нам помогает в этом деле. Иосифа Кобзона, в котором мы вместе организовали движение «Дети России, Дети Донбасса». Евгения Михайловича Тяжельникова, который все делает для того, чтобы лучшие страницы советских пионерий и лучшие воспитатели работали с вами. Александру Николаевну Пахмуту, Николая Николаевича Добронравова, и Василия Семеновича Луновова, и Олега Расманова, и Сашу Маршала, и Оксану Богослововскую за то, что они несут высокое слово искусства, дружбы и песни. Без таких песен, без памяти, мы не победили бы самое большое зло фашистской земли. Мы снова их победим, потому что мы сильны своей дружбой, мы сильны своей искренностью и любовью к вам. Вы первый поток в этом году, всего будет 10. Мы снова примем 2000 детей из Донбасса. Вы побывали в Кремле, познакомились с памятными местами. Вы многое увидели, узнали. И вы должны через всю жизнь принести вот это чувство дружбы, веры и справедливости. А они главные, главные ценности на этой прекрасной земле. Хочу поблагодарить Михаила Шмойлова, руководителя этого великолепного нашего дома отдыха, все коллективы, всех, кто трудился и работал, чтобы вы многое знали и любили. Так что всем вам спасибо, низкий поклон, и вы наши всегда любимые гости. Защит Yup! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ